Сегодня, пусть немножко и запоздало, я приготовила для вас еще одно интересное, полезное, нужное вам видео. Видео о том, какие типовые размеры можно использовать при пошиве, создании нашей одежды для продажи в таком небольшими партиями. То есть вы делаете выкройки на условно-типовую фигуру, и эти размеры условно-типовой фигуры от 44 до 64, я хотела бы вам сегодня представить. Вот, таблица условно-типовых размеров. В интернете вы, конечно, можете найти до 68 размера, с 42 по 68. В интернете вы можете найти множество таких таблиц, но так как каждая система Кроя снимает мерки своим собственным особым образом, я, конечно, предлагаю вам такую таблицу, которая предполагает мою систему снятия мерочек. Те, кто знаком с моей методикой, с методикой безлекального метода Кроя, тот прекрасно в этом ориентируется. Ну а те, кто не знаком и хотел бы воспользоваться вот этой табличкой, чтобы построить базовые основы, базовые конструкции или основы на типовую фигуру для дальнейшего моделирования, они могут прибегнуть к своим, но тогда, как говорится, будут и сами искать какие-то дополнительные нужные им мерочки. А я использую следующие мерки. Вот они все слева, здесь перечислены, и сверху вы видите перечислены наши размеры 42, 44 и так далее до 68 размера. Итак, я снимаю мерки, простите, вот следующим образом. Полуобхват груди, полуобхват талии, полуобхват бедер, ширина груди первая, ширина груди вторая, расстояние между центрами груди, ширина спины, длина изделия, которая у меня измеряется от талии вниз, ширина плеча, длина рукава, обхват плеча, ширина рукава внизу, и балансовые мерки, последняя строчка, ДТС, длина до талии по спинке, ВПК, высота плеча косая, высота груди, ВГ, ДТП, длина до талии по переду и высота плеча косая переда. И дальше я хотела бы более подробно остановиться на каждой из этих мерочек. Я думаю, рисуночек, который представлен слева наглядно, вам это очень хорошо показывает. Итак, первая строчка полуобхват груди, полуобхват талии, полуобхват бедер. Вы измеряете эти величины, получаете, например, 100 сантиметров полуобхват груди, делите их обхват груди, делите пополам, записываете 50, это половинка обхвата. Как измеряется талия? Талия по моему способу измеряется с помощью шнурочка, который вы завязываете очень плотно и опускаете его на талии так низко, насколько позволяет вам архитектура, анатомия вашей спины. То есть упираетесь на косточки сзади, спереди выравниваете параллельно позвоночнику, параллельно полу. Это очень и очень важно для определения балансовых мерочек. И полуобхват талии меряйте в этом месте, полуобхват бедер меряйте по самой широкой части нашей фигурки. Но и не забывайте, что все-таки все это вы делите пополам. Дальше, следующая строчка. Ширина груди первая. Она измеряется между верхними уголочками подмышечных впадин. Выше грудных желез обязательно по прямой. Там, где еще грудная железа у нас не началась. Обычно через эти точки у нас проходит линия проймы. Или я говорю еще по-другому. ШГ-1 – это расстояние от проймы до проймы. Или это расстояние от проймы до проймы выше грудных желез. А ШГ-2 – это то же самое расстояние от проймы до проймы, но с учетом выступа грудных желез. Как мы можем увидеть эту мерочку? Из верхнего уголочка подмышечной впадины, если вы разденетесь, вы очень хорошо это видите, вы опускаете строго вниз вертикаль. И от этой вертикали с левой стороны до такой же вертикали с правой стороны вы измеряете выступ грудных желез через вершинки грудных желез, через по выступающим точкам грудных желез. То есть самое широкое расстояние с учетом выступа грудных желез. По-другому тоже можно сказать, что это ширина груди вторая, это расстояние от проймы до проймы, но уже с учетом выступа грудных желез. Ну и расстояние между центрами груди тоже делится пополам. Тут все понятно, я думаю, вам. Прошу обязательно помните, что вот эти все мерочки вы тоже записываете в половинном размере, для того, чтобы вам удобно было ничего не делить, а сразу откладывать то, что вы записали, измерили, и откладывать это непосредственно на своих чертежах. Следующая, третья строчка. Это мерочка ширина спины ШС. Посмотрите, как она меряется. Сзади у нас тоже есть верхние уголочки подмышечных впадин. Вы меряете между этими уголочками, но в то же время сомневаетесь немножко для того, чтобы не обузить спинку. И добавляете чуть-чуть, буквально сантиметр-полтора, для того, чтобы ваша спинка не была очень узкой, потому что если там нет среднего шва по спинке, выпустить и корректировать это бывает невозможно. Ну и тоже записываете ее в половинном размере. Измерили, например, 40 сантиметров, записываете 20. На этом деление ваших измерений пополам заканчивается. Их всего 7. Дальше вы записываете точно те цифры, которые измеряете. По моему методу длина изделия у нас измеряется всегда от талии вниз. Если вы будете строить блузки, жакеты, которые будут у вас укороченными и будут не доходить до линии бедер, вы все равно строите базовую конструкцию, конечно же, до линии бедер. А линия бедер у условно-типовой фигурки находится на расстоянии 17, 18, 19 сантиметров в зависимости от роста. Я в этой табличке привожу вам мерочки на средний рост 164 сантиметра. Следующая строчка характеризует у нас руку. Начинается ее измерение от мерочки ширина плеча. Меряется эта мерка от основания шеи до конечной точки плеча, откуда уже начинается непосредственно пройма. Затем длина рукава измеряется от конечной точки плеча до нужного вам размера в зависимости от того, что вы будете строить и шить. Три четверти, может быть, короткий рукав, может быть, семь возьмых, или длинный рукав, который закрывает косточку на кисти. Обхват плеча – это самая широкая часть нашей руки. Измеряется перпендикулярно основанию руки в самом широком месте. Записываются все эти мерочки целиком. И, наконец, очень интересная мерка, которую я придумала, называется она «Ширина рукава внизу шеи РН». Эта мерочка измеряется на уровне длины рукава в три четверти. Почему так? Потому что все измеряют запястье, но мы не можем шить рукав такой величины, как запястье, и всегда будем вынуждены придумывать к нему какие-то дополнительные прибавочки. Потому что кисть наша в любом случае не пройдет, если мы не вошьем туда замочек. И как мы любим носить рукавчики? Мы их любим носить так, чтобы они у нас держались примерно на этом месте. Даже если рукавчики длинноваты, мы их немножко вздергиваем, и таким образом нам становится и удобно, и комфортно. И поэтому именно эту мерочку я выбрала за ширину рукава внизу для обычного рукава, зауженного книзу. Как правило, она никогда не корректируется. Следующая строчка – это начинаются балансовые мерки. Самое важное во всех наших выкройках – это учет осанки нашей фигуры. И именно осанку фигуры нам показывают вот эти самые балансовые мерочки. ДТС. Как измеряется ДТС? От верхнего уголочка подмышечной, вернее, от самой высшей точки плеча у основания шеи параллельно позвоночнику до линии талии. Мерочка ДТС записывается целиком. Вызота плеча, косая по спинке, измеряется также от конечной точки плеча до точки пересечения линии талии с позвоночником. Записывается целиком. Следующая мерочка в этой же строке – высота груди. Измеряется от высшей точки плеча до центра груди. Это будет мерка высота груди. Как правило, здесь, в этой точке или около нее, находится вся наша нагрудная выточка. Не важно, где она проектируется – сверху, сбоку, снизу, спереди или из горловинки. Все равно, откуда. Затем мерка высота плеча, вернее, ДТП – длина до талии по переду. Дальше сантиметровая леночка пропускается вниз до нашего шнурочка, до уровня линии талии, который, повторяю, параллелен линии пола. И мерочка называется ДТП, записывается целиком. И последняя мерка – это высота плеча, косая переда. Она нам нужна для того, чтобы построить нашу основку, базовую конструкцию. Повторяю еще раз, именно тем методом, который рассказываю вам я, на который я получила в свое время патенты, который очень полюбился многими из вас. Ученики мои сейчас уже расплодились по всему свету, где только их нет. И для того, чтобы у вас все хорошо всегда получалось, нужно научиться хорошо снимать мерки. Но это в индивидуальном пошиве. А сегодня речь, там нужно обязательно делать и анализ фигурки, и еще очень много важных вещей. А сегодня я вам рассказываю о том, как снять мерочки на условно-типовую фигуру. И вот эта таблица, она как раз содержит в себе эти 17 мерочек. И как раз она является условно-типовой фигуркой. Потому что баланс ДТП и ДТС-разница соответствует стандартной осанке. Эта фигурка будет не сутулая, эта фигурка будет у вас не перегибистая, эта фигурка будет статная, обычная, условно-типовая, так сказать. Если вы будете шить одежду на продажу именно вот с этими характеристиками, конечно, выбирая каждый раз нужные вам прибавки, то ваша одежда будет коммерчески выгодна. Почему? Потому что если фигурка немножко отличается от условно-типовой, то пусть она немножко сутулая, пусть она немножко перегибистая, если вы построили свою выкройку на условно-типовую фигуру, на обычную осанку, эти изменения подойдут и хорошеньким фигуркам, и немножечко неправильным в ту или другую сторону. И таким образом количество людей, которые купят у вас вашу одежду, при условии, конечно, правильно выбранных прибавочек, ну и качества хорошего интереса, все само собой разумеется, вы уже будете иметь коммерческую выгоду и успех. То есть продать такую одежду будет гораздо проще. Ну и последнее, что хотелось бы мне вам сказать. Посмотрите, вот, например, возьмем размер, ну скажем, вот 50-й, да, например, это у нас раз, два, три, четыре, пятая строчка, полуобхват груди 50, потому что 100 разделить пополам, полуобхват груди обычно являлся раньше всегда размерным признаком нашей одежды. Талия на 10 сантиметров меньше, значит, полуобхват талии всего лишь 40 сантиметров. Видите, как раз на 10. А полуобхват бедер 54, что на 4 сантиметра больше, чем полуобхват груди. Так вот эта разница 10 и плюс 4 относительно, минус 10 и плюс 4 относительно мерочки груди, полуобхвата груди, она является очень характерными признаками для стандартизации одежды. И большинство фирм, в Советском Союзе так было просто всегда, а большинство фирм сегодня стараются придерживаться вот этого различия. То есть талия на 10 сантиметров поменьше у стандартной фигурки условно-типовой, чем грудь, а бедра на 4 сантиметра побольше. Если вы обратите внимание, эта формула сохраняется на всех, на всех размерах. Конечно, бывают исключения, когда фигурка очень полненькая и возрастная, там уже талия немножко пропадает. Но это тоже то исключение, которое как раз и подтверждает наше правило. Но вот, собственно говоря, и все, что хотелось мне сегодня вам рассказать про условно-типовую фигурку и про ее мерочки. Пожалуйста, используйте это все в своей работе. Если будут вопросы, пишите, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всегда ваша Галина Коломейко. Продолжение следует...